Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами студентка Академии Святитель Алексея Мария Катюргина. В эфире программа «Духовные ценности». И мы беседуем с ректором Поволжской Академии образования и искусств имени Святителя Алексея. Директором гимназии всех русских святых Протеереем Дмитрием Лескиным. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Мария! Отец Дмитрий, 13 июня все православные христиане празднуют один из подвижных двунадесятых праздников Вознесения Господня. Расскажите, пожалуйста, о его истории и какие существуют особенности богослужения в этот день. Да, вот и прошло 40 дней от Пасхи Господней. И на 40-й день мы отмечаем Великий двунадесятый праздник, вы правильно сказали, подвижный, то есть связанный с Пасхой. У него нет определенного числа. Если Пасха позже, то и, соответственно, Вознесение позже. И вот праздник Вознесения Господня – это один из величайших праздников. Может быть, он не всем так хорошо известен, как Пасха или Троица. Он как раз между этими двумя праздниками, он исключительно важен. С духовной точки зрения, с богословской, это праздник, когда Господь исполняет полностью своё служение как Бога-человек. И Иисус Христос, родившись на земле, приняв человеческую природу, Он теперь возносит эту человеческую природу на небеса и садится не просто уже как Сын, как Бог, одно из лиц Святой Троицы, но и как человек, как Бога-человек, Одесную, то есть с правой стороны от Отца. Это праздник величайшего доверия к человеку, величайшей чести человека. Человек не просто спасён, не просто искуплен драгоценной кровью. Мы не заслужили этой милости, но Бог возносит человека на небо. Он показывает нашу духовную родину, Он показывает наше место, ради которого и сотворены мы. Быть друзьями Божьими, быть верными Его служителями, быть теми, ради кого Господь сотворил весь этот мир и пришёл сюда на землю, чтобы искупить нас честной своей кровью. Поэтому этот праздник имеет огромное духовное значение и, конечно же, это момент, повод бесконечно благодарить Бога. Во всех храмах проходит торжественное богослужение и цвет этого богослужения белый. Цвет чистоты, цвет божества, цвет священного царства, которое грядёт в силе. Спасибо, батюшка. Ежегодно проходит всероссийский фестиваль «Благодатное лето Жигули». На днях начнётся первая смена летнего детского православного лагеря. Расскажите, пожалуйста, об этом уникальном фестивале. Фестиваль «Благодатное лето Жигули» — это уже многолетняя традиция православной гимназии и теперь Академии святителя Алексея. Первый заезд в наш православный лагерь состоялся уже 26 лет тому назад. Даже не верится, это было в прошлое тысячелетие. И благодаря Волжскому автомобильному заводу мы год из года собираем замечательных творческих детей, которые являются и учащимися православной гимназии, и замечательными тольяттинцами, и жителями других городов. Всегда это Самарский регион. Но к нам приезжают ребята из Москвы и Подмосковья, и многих других городов России. Так вот, само по себе вот эта радостная встреча на берегу Волги мы ждём из года в год её. Но уже много лет это не просто заезд лагеря детского отдыха. Это ещё и фестиваль. Это полноценная культурная просветительская программа. Две их, каждая где-то по 10-14 дней. Во-первых, это программа, связанная с русским фольклором, с народными традициями, пением, танцем, драматическим искусством. Ведь фольклор вмещает все направления культуры. Именно народная культура. Даже рукоделие, вышивка, например, и прочее. Всё это там изучается. У детей замечательные русские костюмы. То есть это сарафан у девочек, рубаха, как правило, косоворотка у мальчиков. Они занимаются русскими ремёслами, изучают традиции, поют, танцуют, вечёрки проводят и дышат вот этим воздухом русской традиции. А второй у нас фестиваль – это хоровой фестиваль, где под руководством мэтра, можно сказать, детского хорового пения, Анатолия Львовича Кислякова, художественного руководителя большого детского хора имени Попова, из года в год он из Москвы приезжает к нам и творит самое настоящее чудо, потому что дети на протяжении 10 дней занимаются вместе. И хор 150-170 человек формируется, которые поют великолепную программу. Вот в этом году эта музыкальная программа посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина, круглая дата которого отмечается. Поэтому итоги нашего фестиваля ещё впереди, но они интересные, насыщенные, полные, такого очень красивого, правильного содержания. И мы всех тольятинцев обязательно приглашаем на итоговые мероприятия нашего фестиваля, которые пройдут в Академии святителя Алексея в конце июня. Спасибо, батюшка. На территории Академии прошёл межрегиональный фестиваль-конкурс колокольного звона «Волжские звоны». У нас есть видеоматериал этого события. Давайте его посмотрим. Мне нравится, потому что звук красивый. Интересно. То есть играете, всё это интересно, всё это запоминаете, это всё это повышает интеллект. Отец Дмитрий. Такой фестиваль объединяет многих талантливых мастеров этого церковного искусства. Расскажите о значении колокольного звона в жизни человека и почему колокола называют музыкой русской души. Во-первых, действительно, для православного человека колокол значит исключительно много. Он зовёт его на службу, он провожает его, наоборот, из храма, он напоминает, если ударил даже где-то вдалеке, а ты идёшь мимо о вечном, о Боге, о спасении. Колокол — это действительно тот музыкальный инструмент, который возносит твоё сердце к Богу. И это священный музыкальный инструмент. Он действительно зовёт к доброму, к прекрасному, к вечному. Во-вторых, действительно, вы правы, в русской традиции колокола имеют огромное значение, может быть, ещё больше, чем в других странах. Такие разнообразные музыкально организованные колокольные звоны, как в России, наверное, неизвестны в других странах, в том числе из-за разной конструкции колокольни. То есть если вот в европейских, западных странах раскачивается тело колокола само, а язык колокола тоже раскачивается, а иногда даже крепится неподвижно, и вот при такой конструкции не сильно много различных звонов, сложных музыкальных звонов выполнишь, то есть это просто трезвон такой, то у нас колокола тела крепится неподвижно, а язык раскачивается с разными ритмами, колоколов тоже много, маленькие, большие колокола, и можно вызванивать самые различные мелодии. Но все это мелодии молитвенные, духовные. И действительно, русское сердце, оно очень чувствительно было колокольному звону и радовалось ему, и печалилось. Колокола предупреждали, колокола звали, колокола в том числе и предупреждали об угрозе какой-то, но самое главное, они прославляли Бога. Поэтому на протяжении веков сформировалось множество традиций колокольного звона, и мы их изучаем. У нас замечательная школа в последние годы колокольного звона формируется, и вот фестивальное движение, о котором вы упомянули. И, соответственно, ребята из разных городов, из разных храмов, и Тольятти, и Самары, в этом году и Волгограда приезжали к нам, и действительно это было прекрасное действие. Они учатся звонить. Это целый процесс. У нас сначала маленькая звонница, потом побольше, потом уже на колокольне они учатся звонить. Они принимают участие в таких конкурсных фестивалях в Москве, в Самаре, потому что колокольное движение сейчас, свонарное движение, всё ширится и ширится. И это очень здорово. Я рад, что Тольятти не только не вне этого процесса, но и на передовой. И десятки ребят в Тольятти, учащиеся нашей гимназии, колледжа, академии, являются уже неплохими звонарями, которые показывают своё искусство и в обычные богослужебные дни, в праздничные дни, ну и, конечно, вот на подобных фестивалях. Спасибо, отец Дмитрий, за эту интересную беседу. Храни вас Господь. С вами была программа «Духовные ценности». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok